Вот такой шерстяной полуфабрикат Лариса Геннадьевна делает для будущих валенок. Изначально валенки не делятся на правые и левые. Со временем самокатки разнашиваются и принимают форму стопы хозяина. Сначала раскладывается вот такой вот из рулона. Делается выкраечка. На него накладывается шерсть. Шерсть всегда идет только овечья. Желательно осенние. Она хорошо катается, быстро. Выкраечка должна получиться плотной. Для этого Лариса Геннадьевна раскатывает ее. Для каждого размера свой объем шерсти. Например, для одного валенка 37-го размера нужно 800 граммов сырья. Всю шерсть мастер выкладывает слоями, главное, чтобы не было дыр. На стопу шерсть укладывает плотнее, примерно 2 сантиметра. На голенище тоньше. Никаких лекал и заготовок. Все делается на глаз, как и 300 лет назад. Единственное отличие – частичная механизация. Правда, эти станки тоже самодельные. Весь этот трудоемкий процесс – только половина работы. Чтобы валенки были прочными, Лариса Геннадьевна вымачивает их в горячей воде. Шерсть немного усаживается и только после этого начинает катать. И вот начинается катка сама по себе. Вот за счет того, что вот так ее катаешь, она усаживается и становится все меньше и меньше. Вручную на первый раз скатали, то есть легонечко, чтобы нигде ничего не слиплось лишнее. А сейчас уже будем делать на станке. Мокрый чулок мастер насаживает на колодку нужного размера и отправляет в сушилку. Здесь самокатки проведут еще сутки. Затем полировка и валенки готовы.